И к другим темам. Атомная отрасль России сегодня это не только опора стабильного экономического развития страны, но и оплот патриотической составляющей общества. В Волгодонске именно АЭС подхватила инициативу проведения общероссийской акции «Георгиевская лента». Ежегодно в рамках празднования Дня Победы атомщики поддерживают ветеранов города и соседних сельских районов. Порядка миллиона рублей выделяет атомная станция на оказание материальной помощи фронтовикам и труженикам тыла. Под патронажем Ростовская АЭС работает городской поисковый отряд «Родник». Об участии волгодонских следопытов в едином проекте российских атомных станций в Ахтопамяти наш следующий видеоматериал. Как минимум пять месяцев в году бойцы поискового отряда «Родник» проводят в экспедициях. В основном на территории востока Ростовской области. Цемлянский, Зимовниковский и Дубовский районы. Здесь во время Великой Отечественной войны шли тяжелые кровопролитные бои. И эта земля до сих пор хранит свои тайны. Некоторые из них она доверяет потомкам, тех, кто когда-то погиб на этой земле. И тогда история великого подвига, великого народа становится ближе и обретает имена. Не меряем память о солдатах тоннами отлитыми бронзы в памятниках. Мы просто работаем в поле и мы достаем наших солдатиков и благодарим всегда тех, кто нам в этом помогает. В том плане, что не маловажную долю в помощи нам оказывает Росэнергоатом. Спасибо им. Поиск мест захоронений солдат, раскопки, перезахоронения, реконструкция событий, восстановление имен и поиск родственников погибших. Это лишь часть той работы, которую ежедневно ведут бойцы отряда «Родник». Только за два года своей деятельности поисковый отряд участвовал в обнаружении останков более 120 солдат Красной Армии. В этой священной миссии огромную поддержку следопытам оказывает атомная станция – финансированием, экипировкой, привлечением спецтехники. Молодежь, участвуя в таком движении, оно то же самое, патриотически воспитывается, учится любить нашу родину, нашу историю. Поэтому считаю, что абсолютно важная и нужная тема. И те люди и организации, которые поддерживают это движение, и мы, как Ростовская атомная станция, будем всецело поддерживать и помогать этому движению. Бойцы отряда «Родник» наравне с работниками атомной станции участвуют в проекте «Вахта памяти». Ежегодно поисковики всех атомных станций России проводят экспедиции по полям сражений Великой Отечественной. Для молодых атомщиков это уникальный урок истории, героизма и любви к родине. Лично для меня, я считаю, что это самое важное, то, что произошло на этот момент на работе, когда меня пригласили участвовать впервые на вахте памяти. Я побывал там, я увидел это патриотическое движение, я увидел взгляды, которые людей интерес появился. И после приезда оттуда я немножко здесь проафишировал, проводил выставки, показывал, рассказывал. Великая Отечественная война закончилась уже более 65 лет назад. Уходят из жизни фронтовики. Но наша земля до сих пор хранит свидетельства битв, имена и тела погибших солдат, непроходящую боль и священную память. Находки отряда «Родник» положены в основу созданного при городском военкомате Музея воинской славы. Великая Отечественная война – один из самых ярких примеров человеческого подвига. Здесь наглядно предстает перед глазами призывников. Это пример, на котором воспитываются чувства патриотизма, воинского долга и ответственности за судьбу Отечества. Виталий Никулин, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.